Добрый вечер, дорогие телезрители. У нас сегодня очень интересный разговор. Мы будем говорить о древности, о такой древности, которая даже не зафиксирована у нас в древнем эпическом произведении, как Олонхо. Мы будем говорить о писаницах, о происхождении которых почти ничего не знаем. Одна писаница даже попала в герб нашей республики. Когда они возникли? Еще в 19 веке путешественники, исследователи, участники академических научных экспедиций, они отмечали, что в Якутии имеется на скалах очень много рисунков. На них изображены животные, люди, цены охоты и, может быть, какие-то знаки, очень похожие на незнакомую им письменность. Письменность архоно-енесейская письменность, которая рунами отображала то, что видели люди того времени. Считается, что архонская письменность появилась где-то в VI веке нашей эры. Она очень активно использовалась до X века. А уже X век – это закат рунического письма. Поэтому можно сказать о том, что поскольку у нас на Ленских скалах имеются рунические письмена, то люди, которые их наносили, были здесь, в Якутии, в X веке. Ну, может быть, запасом, для того, чтобы не ошибиться, в XI веке. Вот не позднее этого времени здесь были носители тюркского рунического письма. Письмо это появляется тогда, когда было государство. Вообще любая письменность – это признак государственности. У нас есть разные типы археологических памятников. В Якутии я имею в виду. Это и стоянки, поселения, это одиночные погребения и коллективные кладбища, которые мы называем могильниками. И другие типы археологических памятников вплоть до этнографической древности. Но в этом списке очень важное место занимают еще наскальные изображения. Их тоже называют по-разному. Не просто наскальные изображения, есть научное обозначение петроглифы. Но в Сибири обыкновенно рисунки на скалах называют писаницами. А когда-то, чуть-чуть раньше нашего времени, их называли вообще писанцы. Ну, от слова писать. Ленские писаницы. Вполне научное название. Для нас писаницы очень важны тем, что они раскрывают духовный мир древнего человека, его мировоззрение. Когда принимался герб республики Сахак на шишкинских писаницах, я входил тоже в такую рабочую группу и возражал против того, чтобы приняли вот эту лошадь с наездником, со штандартом. Их таких изображений там очень много. Более 20 таких изображений. Из них вот одного всадника взяли и решили сделать гербом. И тогда мне, уважаемый Афанасий Николаевич Осипов и Афанасий Петрович Мунхалов очень популярно и очень убедительно объяснили, что это очень талантливый рисунок. А я говорил, зачем? Он немного схематичен и так далее. Неужели мы не можем найти какой-то другой, более реалистичный рисунок среди всей вот этой вот коллекции наскальных изображений? Есть очень красивое изображение лося, есть очень хорошее, реалистичное такое изображение оленя. Почему бы нам не взять их за наш герб? Они говорили, нет, вот лошадь здесь и в саде изображены очень-очень талантливо. Это бесспорно была талантливая рука древнего человека. Один пример, который иллюстрирует, что эти наскальные изображения, они действительно сделаны талантливыми людьми. Искусствоведы и художники, они отличают, они говорят, даже на одной писанице, даже в одном пункте часто бывает, что нарисованы рисунки рукой нескольких людей. Вообще петроглифы имеются на всех континентах, на всех материках, имеются пещеры. Вот в этих пещерах обнаружили множество прекрасных творений художников-палеолита. И тут среди ученых и искусствоведов начинается дискуссия. А откуда появляется живопись, монументальное искусство его называют? Откуда монументальное искусство? Ведь должны же были быть какие-то подготовительные этапы. Но оказалось, что таких подготовительных этапов не было. Подмастерья не было. Появился сразу мастер, который начал создавать очень прекрасные творения, очень прекрасные рисунки. В нижнем палеолите, в более раннем палеолите наскальных изображений не было. Они вот только в верхнем палеолите появляются. И причем, как я уже сказал, они появляются без всякой подготовки. Сразу и вдруг откуда-то в готовом виде. Есть люди, еще и третья группа, которые говорят, что этот факт отражает появление хомо-сапиенс. До того, дескать, были неандертальцы, которые не умели рисовать. А вот хомо-сапиенс появился, и он уже нам дает очень такое эстетическое, прекрасное искусство в виде живописи. Дело в том, что эти палеолитические рисунки, самые ранние, самые древние, они в Европе сосредоточены. Вот я говорил, Франция, Испания, Германия, естественно, есть. В Восточной Европе, в той же Венгрии, Болгарии тоже имеются. И есть у нас в России тоже. Причем на Урале каповая пещера. Это единственное в Советском Союзе, не то, что в России, а в Советском Союзе, который тогда существовал, на момент открытия, где имелись рисунки палеолитического человека. Это открытие сделали в 1959 году. И с той поры, в 60-х годах, исследовали всю территорию Советского Союза. Она огромная. Кавказ, Среднюю Азию, Прибалтику, Украину, Белоруссию. Все исследовали. Ничего не нашли. Нигде ни одной пещеры с рисунками. Только каповая пещера. И тогда вот четвертая группа стала говорить вот о чем. Видимо, Урал есть естественная граница Европы, куда доходили люди, а дальше они просто не продвигались и не рисовали. Нет, оказалось, что рисовали. Но это были уже другие люди, азиатские люди. И они тоже очень прекрасно рисовали, но рисовали не в пещерах. В пещерной живописи в Сибири, на евроазиатском континенте. Вот восточнее Урала нет. В Юго-Восточной Азии их тоже нет. В Западной Европе палеолитическое искусство в Верхнем Палеолите, мы его археологи так обозначаем, и охватывает это время примерно 32-25 тысяч лет. Пластика, скульптура, она существовала и в Нижнем Палеолите тоже. Может быть, действительно, все-таки правы те, кто считают, что на основе скульптуры стала развиваться живопись. Можно сказать, что эти изображения есть там, где есть скалы? На скалах, а также на валунах. Например, Онежское озеро, там были просто на валунах и на камнях, пластах. Камни, которые лежали на берегу, рисунки имелись. Бесовые следки их называли. Совсем до недавних пор считалось, что охру смешивали с жиром. Но когда взялись исследовать красители петроглифов, то оказалось, что там нет никаких органических добавок. Поэтому датировать вот этот краситель очень сложно. Там все природное. Тоже из минералов все сделано, оказывается. Единственная органика, которую добавили, это клей на основе рыбьих костей. И, видимо, этот клей придавал такую адгезию, как бы сказать. Адгезия – это когда прилипает друг к другу. Более липкая становится, более проникающая становится. Вот для адгезии добавляли еще туда рыбий клей. Датировать наскальные изображения очень сложно, но их датируют. Особенно те, которые были в древности, самые-самые ранние. Они очень хорошо датированы. Почему? Потому что в пещерах сверху были такие натеки. Прямо почти сразу после нанесения рисунков органические натеки были. Такие пятна спускались. Вот эти органические натеки собирают, теперь и датируют. И вот и получают дату 32 тысячи лет. Самый древний рисунок от 32 тысяч до 25 тысяч. А у нас более молодые в Якутии. Они примерно датируются, скажем, от 10 тысяч, может быть. Может быть, потому что я, например, не совсем верю в то, что это палеолитические рисунки. Они могли быть более поздние. И очень у нас точно датируются те рисунки, которые относятся к раннему палеолиту. Это около 6 тысяч лет назад. Вот от 6 тысяч лет назад у нас в Якутии активно рисовали, очень много рисовали. И лоси, и оленей, и заканчивая уже лошадью, коровой, быками. То есть появилась уже производящая форма хозяйства, появилось уже скотоводство. Были еще так называемые граффити. Ну, это гравировка, когда камнем выбивали по контуру рисунок. Точками вот такими вот выбивают, выбивают, выбивают. Гравировка или выбитые рисунки получают, изображение лося, писаницы, крестя, такой рисунок. Он единственный. Анатолий Николаевич, вот Вы сказали, вот 32 тысячи лет назад, вот самые древние европейские рисунки, да, Печеряне. Вот техника нанесения, это что, тоже охра, да? Большинство красного цвета, бордового цвета, красного, оттенки красного. А есть еще охра желтого цвета и, наконец, черного цвета тоже делают. Ну, черные обычно применяют уголь, углем рису. Что-то добавляют для прочности, потому что обычный уголь, он сильно долго не держится, он быстро как-то выветривается. Изображение коня я только вижу на гербе, а, в принципе, мы же сюда ездим. Это лось. Тут можно какую-то сделать, вот, градат. Эти-то рисунки, они совсем недалеко от города Якутска расположены. Вот этот рисунок, он очень близко от Болгу-Нахтаха. Не только у нас, в Якутии. На той же Ангаре, в Сибири и так далее рисовали животных, на которых охотились. То есть олени, медведя, лося, изюбря. Более древние рисунки – это рисунки мамонта, бизона, дикой лошади. Хотя вот в той же Западной Европе, где множество рисунков мамонтов, на самом деле больше всего костей оленей. А рисунков оленей гораздо меньше. Многие исследователи говорят, что надо отходить от той теории, когда человек рисовал на скалах только из-за кулинарных своих наклонностей. Какое мясо потребляет, то и рисует. На самом деле они имели совершенно другой сакральный смысл. Может быть, ритуал какой-то? Это, возможно, был ритуал. И, скорее всего, так и было. Был один исследователь, этнограф, который знал очень хорошо жизнь местного аборигенного населения Австралии. И когда он начал комментировать смысл на скальных изображений, они же люди этого племени нанесли, он оказался на 90% неправ. Тогда, когда с охоты вернулись авторы этого рисунка, они дали совершенно другую интерпретацию этим рисункам. И оказалось, что вот его этнографические знания, его исторические знания, знания его культуры, вот этого народа, этого племени, они не подходили для того, чтобы разгадать тайный смысл рисунков. На самом деле они имели смысловое значение в виде древнего письма. Из детского сада мы знаем вот эту легенду о том, что когда сюда ехал наш предок, он просто уронил в реке, поэтому у нас нет письменности как бы. И нам рассказывали, что есть одна, где было написано Алгатым, а сейчас их сколько и как. Отдельно взять нашу республику и изучить руноподобные надписи, это практически невозможно. Поэтому для сравнения надо было исследовать Берхуни и Лену, где упомянули шишинские надписи. И академик Окладников там в свое время находил уроноподобные надписи и отправлял академику Берш там. Руноподобные, то есть это не руна? Они краской у нас отмечены, поэтому считать рунами тоже как-то. Руны-то они грабиты по камням. После войны, 50-х годов примерно, прерывается изучение уроноподобных надписей и Берхуни и Лену, и у нас тоже. Потом в 90-х годах Левин Герасим Герасимович со своими студентами находит руноподобные надписи по реке Лёхма, Устье, Решки Крестах, Кашмар Николай Николаевич, вот божья деревня, вот села Улаханан, и по речке Марха, Переток Лены, там в Средней Тишине тоже находят надписи. И следуют также вот обнаруженные околадниковым Чочобуна Артыга, это недалеко от Бугуняхтаха, тоже вот это грабиты, это не краска. Так, вот Кашмарем обнаружены Улаханан, недалеко от Улаханан, тоже грабите. И находят там уроноподобные надписи, сравнивают, и вот Герасим Герасимович монографии, свое видение пишет, и свои возможные прочтения этих знаков. Наши предки были знакомы уронистическими письменами и уроноподобными знаками, и они перенесли сюда и оставили в устьях реки, речек письмена. Например, вот Креста, это устья реки, устья реки, это дорога, перекресток. Уроноподобные надписи, кроме наскальных, встречаются и в деревянных строениях. Конкретно расшифрованы, есть такие? Сейчас надо, наверное, воздержаться от прочтений и сказать конкретно что-либо. Найти более-менее знаковых рисунков, писанист, когда будущее поколение наше может сравнительно с верхними леноподобными, леноподобными и руническими, архон-енесейскими, изучить, и, возможно, они что-то скажут. Перестоят задачи исследовать то, что еще до конца не исследованы, вот, Берста, рунические надписи, и, возможно, там найдем мы свои параллели. Привыкли к тому, что архон-енесейское письмо, оно всегда очень-очень многознаковое. Скажем, есть надписи, которые приписывают Бельге Кагану. Такие повествования. Вот я, будучи Каганом тюркского народа, сделал то-то, 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 то-то. И идет много-много-много слов, много предложений. И потом находят, скажем, какие-то стелы просто. И на них тоже написано, что тут похоронен человек, и целая эпитафия идет. Какой это был прекрасный человек, какой это был хороший семьянин, как он помогал своему роду, мужественный, смелый был воин. Все про его жизнь написано. Вот поэтому очень многие тюркологи избалованы такими длинными текстами. А у нас в Якутии, к сожалению, встречаются только очень короткие надписи. Расшифровано письмо, надпись, про которую вы спросили. Беренштам расшифровал его мин алкатым. То есть я благословляю, так он его прочитал. Сейчас есть другие чтения вот этого же письма. Но у нас, кроме вот таких вот полных надписей, имеется очень много знаков. В том числе не только на наскальных изображениях, а на и археологических артефактах. Например, Гоголев Анатолий Игнатьевич нашел костяной наконечник стрелы. И на нем были тоже нанесены знаки руны. И Егор Сидорович Сидоров прочитал их, прочитал их как ага-уса, племя отца или старшее племя. Вот так это расшифровывается. То есть все-таки были люди, которые писали и этим вот пользовались, будучи на территории Якутии. Но вообще надо сказать, что письмо-то тут начинает затухать, потому что не было государственного образования. А письмо это всегда атрибут государственности. И вот когда, видимо, люди прибыли сюда, они, поскольку не было надобности в этом, письмо начинает постепенно затухать, затухать и исчезает. И это образно называли тем, что Якутии свою письменность утопили, забыли свою письменность. Все писаницы якуты называют же Сурук-Тах-Хая. Это скала с письменами. Получается, они это не просто как рисунки расценивали, а как какие-то надписи. Например, Сурук-Бичик. Вот я бывал в Тыве, там, Бижик-Тик-Хая. То же самое, это как Сурук-Тах-Хая. То есть скала там, где Бичик есть. Ну и слово писаниц тоже от слова писать. То есть все сходится. Сначала стоял рисунок, смысловой рисунок, а на основе его развивается письменность. Все письменности, по-моему, начинались с рисунка. А рисунок начинался, вот как читают художники и искусствоведы, рисунок начинался с простейшего орнамента. Самый простейший орнамент, который мы наблюдаем на древнеющих артефактах археологических, это просто резные линии, полосочки такие, короткие. Но потом к ним добавляются уже более сложные фигурки в виде круга, в виде треугольника, в виде четырех квадратика. Причем они группируются. Вот, предположим, группа ритмически причем группируется. Скажем, группа треугольников, потом следует группа квадратиков, потом следует группа кружочков. То есть уже какие-то мотивы появляются. А потом на основе этих мотивов уже строятся те композиции, трехчастные композиции и многофигурные композиции. Когда не один рисунок, а вокруг него другие рисунки, которые в смысловом отношении связаны с главной фигурой, которая отображает смысловое изношение всей композиции. Николай Николаевич Кочмар, он пишет, что ранние неолитические, например, рисунки, это настоящий звериный эпос. То есть там как бы описывается вот это животное, да, с их каким-то этим. Там изображений людей почти нет совершенно. А уже в эпоху бронзы там ближе появляется уже и доминировать начинает образ человека. Это какие-то антропоморфные фигуры, потом уже там зачатки шаманизма видны. Про трех лосей что можно сказать? Это знаменитая писаница Тайон Нары. На нем изображена как бы фигура из композиции лось, самец, лосиха, которые как бы мордами друг к другу направлены, и между ними лосенок, как будто бы пронзенный копьем. Это такая ажурность, что ли, она вот как раз характерна была эпохе бронзы. Ну, хотя это очень такие как бы яркий такой памятник наскального искусства. Справа, вот Николай Николаевич, он Кочмары следовал, там еще есть изображения более ранние. Тут разные, конечно, представления есть, что это может быть и какая-то схватка. То есть может быть какой-то дуализм тут изображен. Может быть эти вот лоси там пытаются своего лосенка там как-то спасти. Да, вон копьем, как будто пронзен, то есть незримо тут и охотник присутствует. А может быть это какие-то духи, что ли, изображены зверей. Потому как вот у лося, например, какие-то бивни непонятные на морде имеются, которых по-настоящему нет. Теперь мы этот список намного удлинили. И во всем этом мы благодарны вот проекту «Истерия Якутии» и лично Егору Анасичу Борисову. Нашли же множество вот рунических знаков. Это и на Лёкме, это и на Ленской мархе тоже найдены рунические знаки. Таким образом, банк данных у нас пополнился. Наскальные изображения Якутии, они принадлежат народам Якутии. Что-то было нарисовано древними палео-юкагирами, что-то было нарисовано древними тунгусами, а что-то было нарисовано потомками якутов. Так что все народы имели к этому отношение. И это есть древняя картинная галерея, которая должна всё время сохраняться. И ни в коем случае не надо наносить сейчас какие-то вандальные надписи, а надо всяческими способами беречь их и сохранить для будущих потомков. Спасибо всем. Пусть наука открывает всё новые, новые, новые памятники на благо нашего будущего. Субтитры создавал DimaTorzok